Коммунальщики неоднократно предупреждали должников об отключении, устраивали рейды, описывали имущество и предпринимали другие меры для того, чтобы увеличить количество платежей за потребляемое тепло. Но ВОЗ и ныне там. За один только ноябрь долг населения перед теплосетью увеличился на 11 миллионов гривен. Из-за огромных долгов макеевчан за теплоснабжение к Новому году во многих домах и квартирах может быть так же холодно, как и на улице. В Макеевской теплосети говорят, что уже к новогодним праздникам возможно полное отключение подачи тепла. Несмотря на предпринятые карательные меры по отношению к должникам, сейчас услуги оплачивает только каждый четвертый абонент. Было начислено за предоставленные услуги 16 миллионов 611 тысяч, а проплачено всего 3 миллиона 616. На что мы надеемся, не знаем, потому что практически за газ нам платить нечем. И есть большая вероятность, что Новый год мы будем встречать при холодных батареях. Те, кто платит в срок, против таких мер. Тем более, что некоторые из абонентов даже сейчас не получают достаточно тепла. Я регулярно плачу. Отопления нет совсем. Стояк забит, который год. Наши дома 50-е крайние. Вот та часть зеленая. Прекрасно отапливается. Кто платит, кто не платит. А это сюда уже не доходит. Коммунальщики же объясняют, что насколько теплыми будут батареи в квартирах макиевчан, зависит от них самих. Ведь из-за неплатежей теплосети нечем рассчитываться с поставщиками голубого топлива. А уже сегодня коммунальщики задолжали нафтогазу Украины 80 миллионов гривен. При этом кредитные ресурсы полностью исчерпаны. Александра Христенко, Андрей Горожа, Панорама.